Здравствуйте, друзья! Иногда мне приходится заходить в тематику не совсем прицепы, не совсем автомобили, но не обязательно рассказывать только про прицепы и про маневры, чтобы чем-то полезным быть для людей. Дело в том, что мне часто пишут вопрос, что очень сильно болят глаза. В основном глаза болят от ночного вождения. Что делать, как себя вести? Мы знаем, мы привыкли, что в таком возрасте, как я и старше, часто мы уже видим коллег, которые раньше не обращали внимания с очками в кабине или вышел где-то очки от зрения. Это стает уже нормальным. Но я хочу обратиться даже к молодым парням, потому что именно в этом возрасте я помню себя, как я ездил ночами напролет в 25 лет. Кажется, что просто в жизни столько здоровья, что оно не ограничено. А именно с такого возраста вы должны начинать экономить, что ли, если можно так сказать. Значит, глаза. Первым делом, что я хочу сказать, у меня куча очков, разных очков. И я просто в двух словах, есть огромные статьи об этом. Хочу сказать, какие лучше всего очки покупать и носить для вождения. Конечно же, если вы зайдете от тумана, от снега, от ночи, это куча всего. Но поверьте мне, много из этого чисто разводняк на деньги. Первым делом, я не знаю, какой у вас баджет и сколько вы себе можете позволить, но старайтесь покупать очки фирмовые. Даже дешевых брендов, но лучше, если это фирма, которая ведет какие-то разработки по линзах, которая что-то изучает, чем очки, купленные за 2 доллара на вокзале на раскладушке. Такие очки вам могут только навредить. Если мы говорим о очках от солнца, то можете выбирать себе все, что угодно, но эти очки обязательно для вождения должны быть поляризированы. Я думаю, все вы знаете, они будут сейчас рассказывать, что такое поляризация очков. Иногда еще одно и то же называют, мне спорят, что это не одно и то же, это антибликовый эффект. Его можно определить по внутреннему напилению, оно выдает, на камеру я не могу показать, синеватым таким оттенком, фиолетовым. Но на самом деле, вы можете легко проверить это, даже многие говорят, что на рыбалку берут. Вы видите, оно снимает лужу на луже, вы не видите блик в этих очках. Некоторые дисплеи жидкокристаллические в одном положении вы не видите цифр. Повернув на 90 градусов, вы начинаете видеть. Это поляризация очков. Это обязательное, что нужно иметь, чтобы защитить свои глаза, чтобы это было полезно для вас. Ну, с солнцем разобрались. А ночью? На ночь есть разные, там, желтые, коричневые, какие угодные. Ребят, я тоже надеваю сейчас иногда очки от зрения. Вам никогда в этих очках не показываюсь, потому что это, наверное, меня сделает дядюшкам совсем старым. Но ночное время, сутки я тоже надеваю, хотя ночью катаюсь очень мало. Так вот, антибликовые покрытия тоже имеют белые линзы от зрения, да. И я очень бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание, если даже у вас идеальное зрение. Да-да, потому что у нас как-то не принято надевать очки, если я вижу 100%. Вы можете зайти в оптику и заказать такие же очки или любой другой формы, как сейчас я надел. Но линзы будут обычные стекляшки. Ну, и ихние линзы. Но вы закажете себе антирефлекс, как мы называем по-итальянски, антирефлексы. Я уже... Антибликовое покрытие. Вот это антибликовое покрытие. Многие сейчас очень модно надевают молодые парни, девушки в офисах за компьютером. Вы, наверное, думаете, что у всех у них плохое зрение. Нет, на самом деле, это очки чисто, которые защищают от монитора. Я не делаю никакой марки рекламу. Я хочу просто вам подсказать и помочь. Реально. Я проверил уже это сотни раз. Надев очки с этим покрытием, нет вот этого песка в глазах. В глазах ехать ночью гораздо проще, гораздо легче. И можно намного дольше продержаться. Главное, что если вы еще молодой и на 100% у вас идеальные глаза, то вы побережете их, как сказать, на старость. Что еще я экспериментировал? Никаких больших медикаментов не надо. Но если у вас все-таки появляется вот этот песок в глазах, просто пересыхает глаз. Есть в аптеках специальные, не буду марки называть, в каждой стороне своя. Это не лекарство. Обычный такой, как будто силикон. Смазка такая. Смазка для глаза. То есть она заменяет, как бы, ту слезу, которая нам должна смазывать, чтобы глаз не пересыхал. Это никакое не лекарство. Ни на что не влияет. Капнул в один глаз, в другой, и глаза, как будто проспался, становятся гораздо чище и спокойнее. Вы можете смотреть, фокусировать на дороге. И если уже эти очки вас будут защищать, я повторяюсь, это можно сделать, заказать себе в аптеке такие очки просто, без никакого плюс-минус. Обычные, если у вас идеальное зрение. Поберегите и вы их. Чтобы их поберечь, вы, во-первых, нужно их чистить специальными тряпочками, которые вам дадут в окулистике. Второе, мыть только чистой водой и с мылом. Никакими там спиртами, ничем угодно. Просто водичкой чистой с мылом помыть. Время от времени, смотря от того, как они у вас будут пачкаться. И главное, не оставляйте на панели автомобиля. Многие этого не знают, но это очень влияет на эту поляризацию и на антибликовое покрытие. Их нельзя перегревать, по-моему, выше 60 градусов. То есть, желательно, если вы уходите из машины, то забирайте очки с собой или хотя бы поставьте их в такое место, чтобы они сильно не нагревались от прямых солнечных лучей на темную панель машины. Спасибо. Я думаю, что кое-что я вам подсказал. И если вы будете этим пользоваться, то ваши глаза послужат вам дольше, чем некоторым людям, которые уже в 45-50, к сожалению, даже, может быть, вынуждены покидать эту работу через проблемы со зрением. Главное, здоровья всем. Спасибо. До свидания. Пока.